Русская жатва. Международное служение Питера и Джелмел представляет вашему вниманию программу «Новая судьба». Мы приглашаем вас присоединиться к нам, чтобы вместе достигать русскоговорящих людей по всему миру, проповедуя им Евангелие, изменяя судьбы миллионов. Мы насаждаем новые церкви и видим, как больные получают исцеление от Бога. Порабощенные освобождением жизни людей изменяются и преображаются. Иисус Христос дарует возрождение и новую жизнь. Тебе нужна новая судьба. Духа, послушайте. И носителем царства. Иисус говорил о том, что царство будет внутри вас. Оно уже внутри нас. Конечно, есть то, что еще на небесах, а о том молимся, допреди царствие Твое. Но что мы молимся? Матфея 6, 9 стих. Что мы молимся? Мы молимся, когда говорим, допреди царствие Твое на земле, как и на небе. Мы говорим о том, чтобы реальность силы Божьей, да? Реальность этого царства была доказуема, то есть видна через мою жизнь. Чтобы я жил как в Царстве Божьем власти и в силе. Итак, следите за мыслью дальше. Потому что я с вами иду куда-то. И голубь, он вылетит еще раз на последнее сильнейшее движение Божие. Матфея 21, 12. И вошел Иисус в Храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме. И опрокинул столы миновщиков и скамьи, продающих голубей. Смотрите, они голубей продавали. А чего является образ голубь? Образ чего? Духа Святого. А они продавали голубей в храме. А вообще в истории допускалось законом обмен денег, ну, какие-то там операции, скажем так, в храме. Были некие, значит, обмен денег, который был законен. Но через, с течением времени, как у нас обычно бывает, это нарастает куча всего того, что нельзя делать, да, на то, что можно делать. И через время в храме уже люди приходили не для того, чтобы поклоняться Господу или там послужить, да, они приходили совершенно для других целей туда. Им уже не важно было помазание Духа Святого или Дух Святой вообще. Им уже не важно было в храме найти движение Божьего. Им не важно были люди, которые приходили в храм, невеста. И когда Иисус увидел это отношение, его это очень не беспокоило. И когда он увидел голубя, я так верю, вот в клетках, наверное, продавали, да? Маленький голубь, который, небось, ходил там по клетке, туда-сюда. Я думаю, это его сильно возмутило. Это такое впечатление, что как образ Духа Святого, закрытого в какой-то клетке. И он посмотрел на людей, и они тоже как клетки, духовные, духовные, закрытые в клетке. И его это беспокоило. И он очень хотел, чтобы люди поняли истинную свободу. И нам важно не заковать этого голубя внутри нас, но выпустить его на свободу. Слишком много церквей, так называемых, или религий, каких-то деноминаций контролируют голубя. Но голубь должен быть свободным. Если голубь может быть свободным, тогда и будет движение Божие. Такое, какого мы еще не видели. Но в последнее посещение, излияние Духа Святого, этот голубь, он будет отпущен так, как мы еще не видели. С тех пор, как было пробуждение на улице Азуза, прошло чуть больше ста лет. Но у меня есть новость для вас. Один последний раз. Еще будет такое, и я хочу быть частью этого. И я хочу свое сердце проверять. Избавляться от всего неверного мышления. От всякого религиозного мышления. И позволить царственному мышлению прийти в меня. Что такое царственное мышление? А почему не я? А царство, а почему не я буду участвовать в этом? Например, два гранта из 277, а почему не я? А почему Господь, ты не меня изберешь? А почему не тебя Он изберешь? И ты смотришь в зеркало, а зачем Ему меня избирать? Да дело не в том, как ты выиграешь. Что ты хочешь? Настало время взывать. Персевер, пресс-он. Господи, почему не я? Используй меня. В чудесах, в знамениях, во всем остальном. Мы заходим в эти диспансеры туберкулезные. Люди там такие тощие, как эта ручка. Ходящие палки. Ну, многие из них просто не в состоянии ходить. Что может им помочь? Доктора, ну, будем надеяться, что делают все, что могут. Ты никак не сможешь, даже если очень захочешь, да, им протянуть свою руку и сделать их здоровыми. Но когда Царство Божье, живущее в тебе, придет в эту больницу, тогда, я говорю, будут и 30-килограммовые женщины вставать и крепнуть и ходить. Несколько лет назад у нас тоже кое-что произошло. У одного из наших миссионеров, он попал в аварию. И это было очень тяжелое. И ситуация была очень тяжелая. И там, естественно, начали власти вмешиваться в это. Забрали и конфисковали автобус. Начался суд. Не суд, а процесс или как дело расследования. И все, что мы делали, не помогало. И они kept getting worse и worse, looking worse. И вроде как и обвинения стали хуже, и люди другие, задействованные в этой аварии, они стали врать. И все такое, как это сгущалось на нашего вот брата одного, все на него падало. И были такие мысли, ну, автобус вам уже не вернут, потому что он сбил человека. Автобус вам уже не вернут, и его посадят, и вообще. И люди, которые там еще были задействованы, хотя это не была вина брата на самом деле, но все падало на него, и все обвинения, и все сгущалось. И тогда уже было, что, ну, хорошо, был выбор, да, ну, хорошо, сдадимся, пусть забирают автобус. Пусть забирают деньги, сколько там заплатить надо. Пусть миссионер наш сидит в тюрьме. Или Мы могли сопротивляться и продолжать верить Библии. Или мы просто могли продолжать стоять на Слове. Который говорит, что Бог не оставит и не покинет. И знаете, прошло много месяцев, много месяцев поста, общей молитвы, когда мы объединялись за это нужды. Когда мы просто требовали, Требовали, чтобы дьявол убирался, да, чтобы он не победил. Но у меня есть новость для вас. Так и никто никому не платил. Автобус, слава Господу, вернули. И сейчас, сейчас, только в этом месяце, хотя прошло больше года, дело начали закрывать. Слава Господу. Вы знаете, неважно, что происходит. Если Царство Божие живет внутри тебя. И если вы позволите голубю выйти из вас. Как вы это сделаете? Вот как это можно сделать. Это очень просто. Исповедуй свою веру. Ты можешь сказать, а я в жизни не вижу того, к чему стремлюсь. А что ты говоришь? Я знаю много проповедников, которые смеются над этим. Но на самом деле это так. Какое наше исповедание? Мое исповедание должно быть это слово. Если твое исповедание это слово, то ты не можешь ошибиться. Ты не можешь проиграть. Ты просто не можешь проиграть. Мы не проиграем. Вы не проиграйте. Эта церковь в целом не проиграет. Ваш бизнес не проиграет. Ваши семьи не проиграют. Просто надо продолжать идти и верить Богу. Аллелуя. Итак, Иисус, Он открыл все эти клетки. И голуби вылетели. Они полетели по всему городу. И 21 глава 14 стих говорится. Смотрите. И приступили к Нему в храме слепые и хромые. И Он исцелил их. Дух Святой был отпущен. И вдруг. Двумя стихами позже. Ниже. Всего два стиха ниже. Идут слепые уже. Уже хромые пошли в храм. И что Он делал с ними? Конечно, в храме исцелял. Когда Дух Святой отпущен, они сами идут. И мы не будем делать для них специальное сидение в церкви. Надо их исцелять. Знаете, во многих церквях на таких больших есть секция для слепых. Секция для хромых. Секция для тех, кто успел поломать руку. Секция для разведенных. Секция для ненормальных. И мне, у меня есть секция для каждой болезни практически. Нет. Нет, когда они приходят, но ты исцеляй слепых, хромых, разведенных исцеляй. Аминь. Да. И тогда не надо здания по секциям делить. Мы все прощенные, освобожденные и исцеленные. Но для того, чтобы это произошло, Царство Божие должно прийти в праведности и силе. Хромые люди увидели, как голуби начали летать по всему городу. А слепые, наверное, прислушивались, и что там происходит? Что там происходит? Голуби от... Голуби вылетели, да? Небось, слово такое пошло. О, Иисус совсем с ума сошел. Пришел в храм, разворотил там все, да? Разбомбил. Они привыкли к пустой, мертвой религии. Но когда Дух Святой освобождается, хромые приходят, больные приходят. Когда голубь освобождается, приходят те, кто в нужде, в боли. Когда голубь освобождается, хромые начинают идти нормально, слепые начинают видеть. Просто так оно работает. Еще идет одно движение сильное. Это будет последнее посещение. И это уже будет заключаться не в каких-то стратегиях для роста церкви или каких-то семинарах. И это будет не такое вот доброжелательное христианство, чтобы все приходите к нам, никто не уходите. И это даже не будет такой банковский счет сильный. Дело не в всем этом. Дело в том, чтобы Дух Святой, то есть голубь, был освобожден. Дело в том, чтобы верить во все Слово и в том, чтобы Царство Божие пришло в эту землю. Поэтому выбирайте, или с нами, или подальше, да? Либо присоединяемся к армии, либо идем подальше. Но я вам хочу сказать, вы же были спасены не для того, чтобы сидеть здесь. Мы не были спасены для того, чтобы быть наблюдателями. Мы были спасены для того, чтобы Царствие Божие, которое внутри нас, оно оживало через нас. Чтобы Царствие Божие жило, говорило через нас. Истыляло через нас. Исгоняло бесов через нас. Знаете что? Мы не ждем Бога, Бог нас ждет. Он ждет, когда мы отреагируем наконец-то. Неважно, какое у вас прошлое было, что у вас там произошло. Вы сегодня можете стать настоящим, наполненным верой, воином последнего времени. Просто надо поверить и что-то сделать, ответить, отреагировать. Прежде чем придет твой ответ, тебе надо реакцию свою показать Богу. Знаете, мы купили у нас там новые камеры, есть там какие-то микрофончики, все такое. Это все было куплено до того, как были деньги. Не было ни десяти центов для этого. Заказали на десять тысяч долларов аппаратуры. Через неделю, the money came. I went down to Florida, preached the gospel, got down there, and the pastor says, man, the money's really dried up. He said, the last few missionaries that came through, I mean, they barely got anything. And he said, the last few missionaries that came through, I mean, they barely got anything. The crisis has really affected people. So we're going to give you just an offering. So I thought about it for a little bit. Okay. And then I said this, what can I do to bless you? Because I knew, if I spun this around, and bless them somehow, God will bless me. So it wasn't bad. They gave me a $4,000 check. I was believing for 10. The last two missionaries, they only got 400. But they were going to start to raise money for their other missions outreach. So I shifted the focus to help them raise funds. So I shifted the focus to help them raise funds. And you know what I did? I preached about the healing and the miracles that happened in our ministry. Got home. Two days later. The pastor calls up. He said, yeah, business man in my church came to talk to me. He said, he wants to give you $10,000. $10,000. I said, eh, pretty good number. Ну что ж, неплохо, неплохо. I hung up the phone. I put the phone. And I said, I was just praying. And I said, I was just praying. That's awesome. I said, it would really be great if we could have $20,000. And then I said, господи, ну было бы еще лучше если бы $20,000 было. Because we have all these expenses. Ну просто мы-то купили на 10,000 долларов аппаратуру, ну еще надо там разное всякое да покупать и вообще расходы всякие. About a week later I was out on the road somewhere I got a call from Jill. She said, I got the check. And she said, it wasn't $10,000. I said, how much was it? $20,000. A week later I got a call from this guy. Because I wrote him a letter and gave him my cell number. So call me anytime. If you just stay in faith, ask. Don't give up. And when negative things happen, don't curse it. Не проклинайте это. Spin it around. Обверните, да? Поверните это. Turn it in to something good. Поверните это во что-то хорошее. Меня зовут Николай. Я сейчас являюсь пастором реабилитационного центра при миссии украинской жатвы. Но сегодняшнее положение это не то, как всегда было. За моими плечами долгие годы наркотического плена, проблем в семье, долгие годы заключения, тюрем, колонии, одиночество, страданий, мучений, проклятий. Это то, что наполняло мою жизнь годами. Времена моей юности. Все начиналось с мелочи, с малого. Это начиналось с конопли или в простонародне у нас говорят с травы. Старшие товарищи, они попробовали наркотик. До этого, конечно, водку я пробовал. И первый раз я пробовал наркотик в 16 лет. Вначале я особого такого кайфа не получил, но тем не менее дьявол меня зацепил этим. И был второй, третий, четвертый раз. И так продолжалось полгода. Я мог употреблять наркотики, колоться, мог не колоться. Но через полгода я понял то, что я зависим. И пытался своими силами освободиться, но у меня это не получалось. Я пытался лечиться, я обращался к докторам, врачам, в различных клиниках, но больше, чем на два месяца меня не хватало. И наркотик, он требует финансово. Я стал воровать. Сначала я выносил из дома, но потом этого стало мало. Через время я был первый раз судим за перевозку и хранение наркотических средств. Мне дали условно. Но к этому моменту у меня появился уже такой девиз взять от жизни все, что только можно взять. И я успешно справлялся с этим. Я иногда задумывался о том, что может быть все-таки попробовать вкус баланды, тюрьмы, колонии. Может это все-таки надо мне пройти. И когда меня посадили в тюрьму первый раз за кражу, я зашел в камеру, я сел на нару и сказал «Я дома». Я увидел стену, которая шевелится. На самом деле она шевелилась из-за клопов. Через время я разочаровался в тюрьме самой, в колонии и мне захотелось домой. И я после этого сказал «Нет, наркотикам, приду домой, начну здоровый образ жизни, займусь сельским хозяйством и все у меня будет хорошо». Но вот эти мысли они разбились на перроне родного вокзала. Я вернулся к старому и опять год за годом, год за годом проблемы, наркотики. Я понимал, что мое тело оно разрушается, здоровье оно не вечное и мне становилось плохо. у меня были язвы на ногах, у меня появилось много диагнозов, страшных диагнозов. В очередной раз я попал в колонию опять же таки за совершение кражи и мне дали три с половиной года. И попавшую в колонию опять же таки в очередной раз понял, что это не мое. Клетка это не мое дело. Проходил один год, второй год. Человек, который находился в тюрьме в клетке не имея наркотиков но был рабом наркотика. Я помню те сны, которые мне снились эти маковые поля цветущие я понимал я все равно зависимый человек и однажды мне это все надоело. Я в сердце своем сказал не было никого вокруг я сказал Господь Бог если ты есть измени мою жизнь и спаси меня. Мне надоело искать сигареты мне надоело искать этот крепкий чай для того, чтобы варить пить его я не хочу так жить это первый мой такой зов был и действительно Бог пришел что-то со мной стало происходить Господь когда я был в тюрьме дал мне таких людей которые были верующие зэки смотрели на них и крутили у виска люди которые собирались в холодном помещении в клубе как в церковь собирались и они там молились в минусовую температуру интересно но я хотел быть похожим на них почему-то я за ними следил некоторое время и через время я понял они не лукавят они такие какие есть люди которые сидели неоднократно за убийство за воровство за насилие за разбой они стали другими людьми и когда я покаялся пред Господом Бог освободил меня от наркотической зависимости ушли эти цветные наркотические сны Бог освободил меня от курительной зависимости Бог освободил меня ярко и сильно это было особенным благословением для меня это сложно было но для Бога это оказалось легко от сквернословия от матов Бог смотрел лично для меня водное крещение в колонию в зоне в феврале с цветами в белых одеждах для меня это был великий праздник и вы знаете на то время люди падали прямо на проверках умирали из-за голода из-за туберкулеза из-за дистрофии это было страшное время это был 98 год многие люди которые сидели на то время могут сказать да и подтвердять те слова о чем я говорю мы молились тогда взявшись за руки и говорили Господь приди и наведи свой порядок и Бог пришел появилась работа появилась на столах в столовой нормальная здоровая пища и для нас это было свидетельство славы Божьей в этот год который начался 10 лет моей жизни и дружбы с Господом и у меня есть добрый хороший плод наших отношений взаимоотношений с Богом это благословенная семья это чудный ребенок которого Бог дал мне чудную супругу красивую благословенную помощницу это то что Бог дал это то о чем я даже в своих мечтах смелых мечтах не мог мечтать и думать и помыслить я самый счастливый человек мы видим в Библии что Бог не желает чтобы кто-то погиб но чтобы все спаслись для этого прошел Иисус Христос в этот мир чтобы дать тебе жизнь если ты хочешь покаяться примириться с Богом помолись вместе со мной молитвой покаяния скажи Отец Небесный во имя Иисуса Христа я прихожу к тебе я верю что Иисус Христос умер за мои грехи и я прошу тебя Господь Иисус войди в мою жизнь измени мою жизнь я принимаю тебя как своего Господа и Спасителя я благодарю тебя и доверяюсь тебе во имя Иисуса Христа Аминь имея видение открыть тысячу церквей на Украине Питер Мел и служение Украинское Жатво открыли тренировочный центр который приносит потрясающий плод мы горим желанием помочь людям стать духовными воинами последних дней которые понесут весь полного Евангелия по Украине приводя миллионы ко Христу ищешь ли ты подготовительный центр который действует в чудесах позвоните к нам или посетите наш веб-сайт служение Украинское Жатво обучило более 15 тысяч верующих через курс заочной библейской школы а также в школах для лидеров сотни людей уже находятся в полновременном служении и еще сотни несут лидерские служения в заочной библейской школе ты можешь обучаться и реализоваться во Христе реабилитационные центры украинской Жатвы помогают освободиться множеству людей от рабства алкоголя и наркотиков возможно у тебя есть близкий человек нуждающийся в свободе возможно свобода нужна тебе многие получают освобождение силой Божьей я полностью свободен от наркотиков уже более пяти лет теперь я полностью свободен слава Господу меня Господь освободил от наркотиков от курения я полностью свободна от наркотиков теперь я свободен позвоните к нам или посетите наш веб-сайт субтитры Продолжение следует...